А теперь давайте новости посмотрим, что у нас вообще в стране происходит. В одном из крупнейших городов Поволжья из магазинов исчезли продукты. Жители Самары, крупнейшего города Среднего Поволжья и пятого по численности населения России столкнулись с исчезновением продуктов с полок магазинов. С 20 января самарские потребители жалуются на отсутствие куриного мяса, яиц, фруктов и овощей в супермаркетах. Представители компаний-ритейлеров объясняют дефицит на пользующиеся спросом продукты сложными погодными условиями, сложившимися в регионе в конце прошлой недели и обещают наладить поставки на следующие. По данным Самара Онлайн, по состоянию на утро 26 января продуктовые полки по-прежнему пустуют в большинстве магазинов. Хотя последствия снегопада, накрывшего Самарскую область в субботу 20 января, уже устранены. Поставки с распределительных центров возобновились с понедельника после открытия движения по трассам. Однако не везде была возможность оперативно выгрузить товар из-за проблемы с расчисткой подъездных путей. Итак, друзья, плохому танцору ноги мешают. Почему нет товара? Можно, конечно, много говорить на эту тему, но это не значит, что это правда. Так это или не так, но плохому танцору мешают ноги. Плохому управителю мешают управлять страной. Плохим поставщикам тоже что-то все мешает. Когда в стране все валится из рук, то, конечно, масса причин, которые как по кругу у заведенной белки, никуда не могут исчезнуть. Вторая новость. В России второй раз за неделю предложили конфисковать квартиры у граждан. У граждан, которые не заплатят за жилищно-коммунальные услуги. Нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги, заявил мэр Альметьевская Тимур Нагуманов на заседании Госкомитета Татарстана по тарифам. Необходимо проработать механизмы изъятия по суду жилой недвижимости с заменой меньшей по стоимости. По словам Нагуманова, из-за недобросовестных жителей бюджет Татарстана недосчитался 9 миллиардов рублей. Так вот, недобросовестные жители, нищие которые или которые воруют нефть, принадлежащую народу этой земли. Как понять, где эти недобросовестные поселились? К кому претензии? Так вот, чиновник отнес к ним профессиональных неплательщиков и собственников пустующих квартир, которых не заботит этот вопрос. Последние могут отбывать наказание в местах лишения свободы, либо покинули страну, предположил он, отметив, что существующие легитимные способы воздействия на таких должников не работают. Новость третья. Единственный НПЗ на Черноморском побережье России остановил работу. Туапсинский НПЗ Роснефти, единственный на Черноморском побережье России и входящий в топ-10 крупнейших в стране, остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов. Т.е. страна внутри себя больше не будет иметь топлива. Люди, готовьтесь к этому. Топлива больше не будет. Вам кажется, что страна, добывающая нефть, не может остаться без топлива. Может, когда все НПЗ будут закрыты. Как сообщает Реутерс, со ссылкой на источники в отрасли, завод, перерабатывающий ежегодно до 9 миллионов тонн сырья, оказался парализован после пожара, возникшего 25 января из-за удара украинских дронов. Опять плохому танцору мешают ноги. И там не так, и эдак не так. Вот что значит. Новость четвертая. Россия опустилась еще на две позиции в рейтинге восприятия коррупции. Ежегодный список опубликовала организация Transparency International. В этом году РФ находится в нем на 141 месте, разделив его с Угандой, Гвинеей, Кыргызстаном. По сравнению с 2022 годом страна потеряла две позиции в списке. По итогам 2023 года первое место у Дании. Далее идут Финляндия и Новая Зеландия. Замыкает рейтинг из 180 стран Сомалии. Чем ниже в списке находится государство, тем сильнее оно коррумпировано. Новость пятая и очень смешная. Губернатор Колымы предложил плести маскировочные сети на избирательных участках. Губернатор Магаданской области Сергей Носов Российских избирателей, которые придут голосовать за будущего президента страны, нужно привлечь к плетению маскировочных сетей и другой полезной деятельности для фронта, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Традиционно еще с советских времен на избирательных участках страны проходят различные активности, так он пишет. Но в этот раз поступило уникальное предложение запустить акцию «Поддержи наших», в рамках которой каждый сможет присоединиться к плетению маскировочных сетей, созданию блиндажных свечей сухих душей, сказал глава региона на заседании правительства региона. Носов уточнил, что с такой инициативой выступили общественные организации Колымы и волонтеры и призвал правительство их поддержать. «Уверен и думаю, вы со мной согласитесь. Это мероприятие по своей значимости сопоставимо с народной акцией «Бессмертный полк», так говорил губернатор. Еще на прошлой неделе Носов заявлял, что маскировочных сетей в регионе сделали достаточно. Тогда в чем проблема? Заново плести? Если уже сделали, так сколько же еще нужно сделать, чтобы губернатор остался доволен? Маскировочные сети для чего? В Магадане для чего они нужны? Друзья, это не простой, не праздный вопрос. Это не для фронта. Через Магаданскую область прошли, во времена репрессий Сталина, 25 миллионов, 25 миллионов жителей нашей страны прошли через Магаданскую область. Вы думаете, многие вернулись? Нет. Я рассказывала один из случаев, когда 10 тысяч прибывших на барже заключенных и конвой тысячи человек ринулись в сентябре в сторону сусуманских приисков. По дороге все 10 тысяч, включая конвой, тысячу. В результате математики мы видим 11 тысяч. Человек замерзли в пути. Все 11 тысяч. Неважно ты, в каком ты состоянии, конвой или заключенный. Люди замерзли. Так для чего в Магаданской области маскировочные сети, вы скажите? Наверное, он лучше знает, хорошо понимает Сергей Носов как раз и деятельность одного из губернаторов Магаданской области Валентина Цветкова. Да, 22 года назад на Новом Арбате был застрелен губернатор Магаданской области. Хозяин Колымы. Являлся ли он хозяином Колымы, или он являлся просто марионеткой? Так же и новый губернатор. Он хозяин или марионетка, которая будет делать плести сети. Но почему бы ему самому не начать плести сети? Я предлагаю Сергею Носову самому сесть на избирательном участке и начать плести сети. Это будет самый лучший показатель и самое лучшее его шоу, которое он может сделать. А если нет, то давай помогай своим золотом. Помогай тем, что ты перевозишь на Аляску. Так ведь работают магаданские власти. Все золото везут на Аляску. А народу предлагают сети плести. Сети, или, может быть, это и несказательно. Сети. Он собирается плести сети против фронта? Или что такое задумал Сергей Носов? Но вот никак нельзя понять, что он задумал. Лучший способ, если чтобы понимали его, сесть самому на центральном избирательном участке и плести сети самому. Вот это будет пример. Я за, а вы как друзья. Вы за или нет? Ну, давайте проголосуем. Вы за то, чтобы губернатор Магаданской области лично сидел и плел сети, а не раздавал указания. Кто за, напишите в комментарии, что вы за то, чтобы губернатор Колымы плел сам сети, о которых пытается отчитаться в Москве. Ну и новость пятая. Росстат спрогнозировал вымирание крупнейших российских городов. Росстат спрогнозировал вымирание крупнейших российских городов. Мы с вами, друзья, и без Росстата это можем спрогнозировать. Вымирание России, которое может потерять более 12 миллионов населения, начнется с крупнейших городов. Это следует из демократического прогноза Росстата. Согласно документу, в ближайшие два десятилетия лидерами по естественной убыли населения, рождаемость, смертность, будут три крупнейших города страны. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В частности, столица, как ожидают в Росстате, за указанный период потеряет суммарно 695 тысяч человек, в среднем это 31 с половиной тысячи в год. В Санкт-Петербурге естественная убыль составит 466 тысяч человек, в среднем это 21 тысяча. В свою очередь, Нижегородская область, столицей которой является третий по населению город России, Нижний Новгород, лишится в результате естественной убыли 440 тысяч человек. Это 20 тысяч в год. Также 610 тысяч человек потеряет Московская область, 462 тысячи Краснодарский край, 440 тысяч Самарская область, 352 тысячи Свердловская, Саратовская, Воронежская области. Во всем развитом мире столицы и многие крупные города живут не за счет естественного прироста, а за счет миграционного, так они пытаются внушать нам, жителям, столиц. Так сказала завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Колобихина. Это не вызывает удивления, отметила она. Естественно. Естественно. Больше это не вызывает удивления. Самое главное – давать правильные цифры. Все цифры, которые я здесь назвала, занижены в десятки раз. Поэтому говорить о том, что это не вызывает удивления, да, конечно, цифры, которые занижены и которые приводятся, они… Да, это естественное убыль населения. Вся страна сбежала. Четверть страны убежали за границу. Четверть. Но нам говорят, что это какие-то тысячи, а не миллионы. Кто в стране остался? Москва пустая. Питер начинает пустеть. Нижний Новгород. Кто остался в стране? А ведь численность пополняется и считается сегодня Росстатом только за счет миграционного населения, которое составами завозится в Россию. Помните, когда Ленин делал революцию? Составами завозили непонятно кого. Вы – Питер. Помните? Вот так, друзья. Мы движемся как раз в этом направлении. Запломбированные вагоны неизвестных людей приедут в Питер. Я Таня Карацова, Сейдбурхан. На этом наши новости сегодня закончу. 30 января 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова